ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ Пас! Пас давай! А что он делает? Чем он бил? Пап, бил он клюшкой. Неужели ты не видишь? Хорошо вам перед телевизором, а вы тут на поле погоняйтесь. Лед жесткий, удары сильнейшие, скорости космические. Весь матч крутишься, как заведенная. Не буду утверждать, что я хоккейная клюшка на матче главная. Но без меня игра не получилась бы такой зрелищной. Возможно, когда-то наша жизнь и была размеренной. Ведь слово «хоккей» переводится как «пастуший посох с крюком». Но это было очень и очень давно. Все понеслось и закрутилось с того самого момента, когда несколько голландских парней объединились в команду и устроили игру на льду. Было это еще в 16 веке, о чем свидетельствуют многочисленные голландские гравюры. Затем игра с клюшками перебралась в Англию. И только оттуда, в Канаду, ставшую главной хоккейной страной. Почему главной? Судите сами. Первый официальный хоккейный матч прошел в Канаде, в городе Монреале, в 1875 году. Кстати, тогда играли не шайбой, а деревянным диском. Шайбу тоже придумали канадцы. Спустя 4 года после первого ледового сражения. А уже с 80-х годов 19 века эта игра вошла в программу всех зимних канадских праздников. Правила игры окончательно сформулировали мандреальские студенты. Сетку для ворот из рыболовной сети впервые сделал тоже канадец. И маску первым надел тоже канадский вратарь. И даже в первом международном матче между Канадой и Англией выиграли канадские спортсмены. История российского хоккея не так богата изобретениями и новшествами. Но количество побед наших хоккеистов весомо и значительно. Мы неоднократные чемпионы мира и олимпийских игр. Мощные атаки, точные пасы, многоходовые комбинации, виртуозное владение клюшкой. Вот что отличает российских хоккеистов. Недаром в песне поется «В хоккей играют настоящие мужчины». Трус не играет в хоккей. Давай, быстрее, пас, бей! Ура! Гоу! Необыкновенные истории обычных вещей.